За один день в Сочи эвакуируют порядка 100 машин. Рейды по выявлению автомобилей, припаркованных с нарушениями, проходят каждый день. В этом году администрация города и сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание проблеме загруженных улиц. Такую усердную работу сочинцы сначала критиковали. Многие жители в тот момент у нас еще как-то возмущались тем, что слишком много у нас машин по улицам эвакуируется. Но спустя определенное время сейчас те же самые жители обращаются и письменно, в том числе в Департамент транспорта и дорожного хозяйства, и звонят и говорят наоборот, почему же нет эвакуации. Недовольные есть и сейчас, но запрещающие знаки устанавливают не просто так. Оставляя машины в неположенном месте, автолюбители создают заторы и мешают движению в городе. Этому водителю, можно сказать, повезло. Машину припарковал под знаком, но далеко уйти не успел. На эвакуатор авто не погрузили, но протокол выписали. По словам нарушителя, остановился на пару минут, чтобы зайти в продуктовый магазин. Как пройдет? Дождь больной. Куда пройти? А вот владельцу этой иномарки повезло меньше. Несмотря на работающую сигнализацию, прийти на выручку своего автомобиля не смог. Так как не было хозяина на месте, поэтому данный автомобиль был задержан и перемещен на спецсорезионную стоянку. Хозяин не провелся, поэтому эвакуатор уехал. Машина была задержана. В случае пребывания хозяина на спецсорезионку, ему будет вставлено постановление по статье 12.16.4 административного кодекса. Ему будет штраф 1500 рублей. Сотрудники службы эвакуации и ГИБДД продолжат разгружать улицы и в следующем году. А пока в преддверии Нового года работы будет еще больше. В период праздников ожидается большой наплыв автомобилей. Поэтому автовладельцам стоит внимательно отнестись к выбору места для парковки. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.